Чувствуете это настроение? Блин, мне нереально нравится, особенно когда ты сидишь и у тебя вот эти уж плюшки дергаются так, вау! Мне просто, ну мне реально нечего сказать, вы посмотрите на мое лицо, довольное, это жесть! Всем привет, меня зовут Стас и я не знаю как начать это видео. Мы снова потерялись на месяц. Те, кто подписаны на меня в инстаграме, я там появляюсь все-таки чаще, поэтому если что, переходите туда. Вот, я думаю из названия видео вы поняли, что я хочу вам сейчас показать, но перед этим хотелось бы сказать, что произошло за этот месяц. За этот месяц самое значимое, что произошло, это мое день рождения, мне исполнилось 18 лет, я пошел на работу снова. И если честно, уже в первые полчаса моего пребывания там я понял, что я не хочу там находиться, но тем не менее я пока что работаю. Июль, который уже послезавтра будет вообще просто на другом уровне, потому что я наконец-то сделаю себе тег, создам второй канал отдельно под биты, возьму серьезность за этот. И я знаю, что я это уже говорил не раз, но все-таки самое главное, чему я хочу себя сейчас научить, это постоянству, это то, чего мне действительно не хватает. И тот момент, ради которого вы, наверное, нажали на это видео, я немножечко обновил свою студию, помните, что я говорил в первом видео, да? Самое крутое, что я и говорил про документацию, я буду документировать путь, вы будете видеть, как меняется мое рабочее место, сейчас оно выглядит вот так. Колонки какие-то, обычный компьютер мой очень старый, но колонки мы использовать как бы не будем пока что, наверное, буду работать в наушниках простых, айфоновских. И работать буду на ноутбуке, потому что он мощнее у меня. Буду снимать весь этот процесс, и мы сможем переместиться на месяц назад, посмотреть, изменилось ли что-то, изменился ли мой скилл, стал ли он выше, или все так же плохо, хорошо, не знаю, как кому это понравится, не понравится. Я невероятно сейчас на хайпе, чтобы показать вам это, я думаю, по мне это видно. Фух. Вы готовы? Смотрите. Звуковая карта, Focusrite Scarlett 2.2, третье поколение, это мониторы, студийные, Yamaha, Yamaha HS7, один и второй красавец. Моя новая MIDI Clava, M-Audio, Keystation 49, тоже третья. Только что понял, что совсем забыл вам сказать, откуда же вообще в названии выскочила вот эта вот цифра. В общем, мой фотоаппарат со всеми плюшками, с батареей, с микрофоном, со всеми прибамбасами обошелся мне примерно в 25 тысяч гривен. Мой ноутбук обошелся мне в 24 тысячи. Мониторы. 9 за штуку, итого 18, плюс 5200 за звуковую карту примерно. Моя MIDI Claviatura, которая обошлась мне примерно в 3700. Я молчу про вот это вот, про всякие другие штуки. И также мой свет, который мне едет, кольцевой, плюс светодиодное освещение, вот эта LED-лента, в сумме 4400. 4400. Вот вам и выскакивает 80 тысяч гривен. И теперь мы переводим 80 тысяч гривен в рублях. 210 тысяч рублей. И это я еще округлил, то есть там сумма чуть-чуть побольше у меня выходит. Я настолько вообще доволен, что это все происходит сейчас в моей жизни, что я даже подумать не мог, что у меня это все появится. Причем появится так быстро. Реально. Месяц, полтора месяца назад для меня это казалось чем-то, ну, настолько вообще невообразимо далеким. И чем-то, к чему мне еще идти и идти, я не знаю, сколько это у меня времени займет. То сейчас я просто поворачиваюсь и у меня вот бах, бах, бах. Я вижу, как я на просто несколько шагов вперед стал ближе к тому, где я хочу быть и кем я хочу быть. И это нереально круто. Я хочу снять видос, показать вам какой офигенный. Это, наверное, лучший мой бит за все время. Я настолько кайфовал, когда его сделал, вы себе не представляете. Он получился такой человый, душевный. Мне нереально нравится, что и как было. Изначально это было просто пианино. После чего я добавил небольшие нотки сверху. Само собой, чисто одного пианино, ну, как мне кажется, этого мало, согласитесь. Готовая мелодия звучит вот так. Ну, и само собой ударная. Чувствуете это настроение? Блин, мне нереально нравится, особенно, когда ты сидишь, и у тебя, и у тебя вот эти плюшки дергаются так. Мне просто, ну, мне реально нечего сказать. Вы посмотрите на мое лицо, довольное. Это жесть. Последнее видео вышло месяц назад. Мне интересно, видите ли вы какой-то контраст, какой-то рост за этот месяц. На данный момент, мне кажется, это реально лучшее, что я делал. В такие моменты, когда ты создаешь что-то вот такое вот с нуля, понимаешь, что ты реально это делаешь не зря. Давайте-ка я, наверное, попробую написать мелодию сам. Пора учиться. Чё думаете? Я думаю, что пора учиться. Фух. Я не знаю, чё из этого получится. Начну, наверное... Я нашёл очень крутую прогрессию. Сделал фотки себе, чтобы потом использовать. Сейчас мы ей и воспользуемся. В общем, тут нужно подобавлять какие-то нотки, вот, ровно так же, как я делал на той прогрессии. Мне кажется, соседи меня ненавидят. Альт-Эс. Вот, стромайзер, отлично. То есть, что он делает, вы видите, да? Он растягивает нотки, и якобы они были сыграны реальным человеком. То есть, появляется вот это вот... Куда этот ролл? То есть, ну, вы чувствуете, сейчас звучит так... Более... Более живо, что-либо. Более живо, что-либо. Можно. И меня это немножко даже дожает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Памс Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, курс по маскам я же тоже покупал Сейчас я снова пошел на работу, чтобы быть уверенным в том, что я смогу отдавать за мониторы и за звуковую карту Если у вас есть цель, ребят, вы в любом случае к этому придете Главное не просто мечтать об этом, а что-то для этого делать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok